На канале Россия Вести Ульяновск в студии Артем Петров. Здравствуйте, мы начинаем. Подарков к Новому году пришлось добиваться с помощью прокуратуры. Расскажем, как в Цельнинском районе обновляли систему освещения и построили новый пешеходный мост. Сдать кровь можно будет и в праздники, ведь помощь донора может потребоваться в любое время дня и ночи. Истории о тех, кто помогает спасать жизни. И в ТОСах региона продолжают собирать посылки для российских военных. В Красноармейском активисты вяжут теплые вещи для участников России. На портале Госуслуг начался прием заявок на получение единого пособия от Социального фонда России. Получить их смогут семьи с детьми с низким доходом. А также беременные, вставшие на учет до 12 недель. Новая выплата объединит все старые. Единое пособие – это не дополнительные выплаты. Оно заменит уже существующие выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет. Выплаты детям от трех до семи, от восьми до семнадцати лет. Чтобы выплату получали те семьи, которые в ней нуждаются, при оформлении применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи. От доходов сформируется и размер единого пособия. Он составит 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума. Сияна Сырова сейчас получает выплаты только на дочку. Сегодня хочет отправить заявку, чтобы единое пособие коснулось младшего сына. Очень удобно, что никуда не надо идти. Мы на госуслугах просто подадим заявление и будем ждать результат. С 9 января заявление родителей примут и во всех многофункциональных центрах Ульяновской области. При этом предусмотрен переходный период. Семьи вправе сохранить и прежние выплаты до окончания их назначения или перейти сразу на новый формат получения пособий. Также рекомендуется перед подачей заявления пройти консультацию в Центре социальной защиты. Регион выполнил все намеченные планы по ремонту дорог, объектов ЖКХ, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. Такие итоги работы областного правительства за год озвучил Алексей Русских на традиционном аппаратном совещании. Это в условиях небывалого санкционного давления. Что помогло справиться региону и другие итоги года. В репортаже Максим Бажанова. Вопреки глобальным трудностям регион сделал главное. Выполнил все социальные обязательства перед гражданами Ульяновской области. От выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы до обеспечения социальной помощи нуждающимся. В том числе меры поддержки семей мобилизованных граждан и добровольцев специальной военной операции. В короткие сроки правительство региона совместно с администрациями муниципальных образований разработало пакет мер поддержки семьям наших защитников. В итоге предоставлено почти 4,5 тысячи мер социальной поддержки. Устоять на двух ногах региону помогла перестройка экономической политики. Зарубежные компании заменяют на отечественного производителя. Налаживаются новые логистические цепочки с дружественными странами. Как пример договоренности о сотрудничестве с коллегами из Беларуси и Ирана. Всего в этом году введены в эксплуатацию 12 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей. На которых будет создано свыше полутора тысяч рабочих мест. Началось строительство еще восьми объектов производства. Работа в данном направлении продолжается. К слову, в регионе продолжается работа и по увеличению заработной платы населению. К концу года в среднем она достигла отметки больше 39 тысяч рублей. Всего за период работы комиссии по повышению уровня оплаты труда заключено более трех тысяч соглашений. Если брать 2022 год, это более тысячи соглашений. Охват сотрудников, которые должны почувствовать на себе изменение уровня оплаты труда, составляет порядка 100 тысяч человек в Ульяновской области. Другой рукой помощи для региона стала федеральная поддержка по нацпроектам. Например, благодаря программе «Безопасные и качественные дороги» был успешно завершен дорожно-строительный сезон. Отремонтированы больше 100 километров магистралей и пять мостов. По итогам текущего года приведено в нормативное состояние 48,8% областных дорог, 79% автомобильных дорог в границах Ульяновской городской агломерации. В следующем году регион ставит перед собой новые цели. Не просто устоять в новых непростых условиях, но и выйти на устойчивую траекторию развития. Фундамент для этого в виде бюджета уже заложен. Максим Бажанов, Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Обновили систему освещения и построили новый пешеходный мост. Такие подарки к Новому году получили жители Циннинского района. А вот только новшества стали реальностью после вмешательства прокуратуры. Игорь Кранцев подробнее. Этот мост соединяет две части села Новые Алгаши. Металлическую конструкцию установили совсем недавно. Она начала функционировать в конце 2022 года. Ранее, чтобы попасть с одной улицы на другую, приходилось либо делать огромный крюк вокруг оврага, либо идти по деревянному мосту, построенному хозспособом. Спускаться надо было в овраг, потом подниматься. Но когда зимой, вот еще труднее было, скользко. Этот мост мы ремонтировали сами. Нашли доски, вот разваливается доску, ремонтировали. Вот так жили. В дело вмешалась районная прокуратура. После этого средства на возведение нового моста в Новых Алгашах были выделены. Мостовой переход имел многочисленные прогибы, проломы, деформации конструктивных элементов. Передвижение по нему было крайне небезопасным. Вследствие чего прокуратура района в адрес администрации Циннинского района было внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения представления были приняты конкретные меры к устранению вывеленных нарушений. Старое мостовое сооружение было демонтировано полностью. Пока в Новых Алгашах привыкают к новому мосту, в соседних Старых Алгашах третьим по числу жителей населенном пункте района решали проблему с уличным освещением. При этом речь шла о центральных улицах, на которых расположены фельдшерско-акушерский пункт, школа, детский сад, магазины. Вообще темнота была, боязно было выходить даже. Даже на прогулку, потому что темно, ничего не видно, опасно на дороге. Нами была проведена проверка, в том числе с привлечением сотрудников госавтоинспекции Циннинского района. Было установлено действительно, что уровень освещенности не соответствует предъявляемым требованиям. Соответственно, с февраля 2022 года началась вот эта, скажем так, эпопея. Было внесено представление. Представление оставалось на контроле до последнего. И вот как итог данной работы в период с августа по ноябрь включительно работы были произведены. Проведенные работы весьма масштабные. В Старых Алгашах установили 91 новый светильник. После вмешательства прокуратуры провели работы и в райцентре. В Большом Нагаткино улучшили освещение на трех оживленных перекрестках. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вест Ульяновск из Циннинского района. Доноры – единственный источник крови для переливания. Именно это спасает жизни по всему миру. Кровь и препараты на ее основе используются при сложных операциях и тяжелых родах, при онкологических заболеваниях, ликемии и анемии. Она необходима при ранениях, ожогах и авариях. Медики, как никто, понимают важность этого процесса. Они – частые пациенты службы крови. Медсестра Алена Емщикова сдает кровь не часто, но регулярно. Она не понаслышке знает, какое значение имеет переливание крови в критические минуты. Несколько лет назад пережила клиническую смерть. Частичка донора спасла ей жизнь. Была отслойка плаценты, и я потеряла очень много крови. Мне было очень плохо, и мне перелили тогда кровь. Вы знаете, я тогда, наверное, была очень благодарна тому человеку, который сдал кровь, который мне помог. Алена Емщикова пришла сюда вместе со своими коллегами. Вообще кровь может сдать любой желающий, если он здоров, трезв и не вакцинировался в последний месяц. Ежедневно станция может принимать до 30 доноров. Каждый в среднем сдает 450 грамм крови. Она обрабатывается центрифугой, где разделяется на плазму, эритроциты и тромбоциты. Если мы говорим про аппаратный метод заготовки, то вот мы сейчас находимся в операционной плазмоферезе, где мы заготовливаем отдельный компонент плазма и отдельный компонент тромбоциты. Заготовка компонента тромбоцита достаточно сложная. Вот у нас сзади меня находятся два аппарата. Донор находится на аппарате около полутора часов. И по итогу мы получаем две лечебные дозы тромбоцитов. Это компонент крови, который очень нужен для реанимационных больных, для гематологических больных, для тяжелых больных. Пожертвовать частичку себя – так здесь называют переливание крови. Одному нуждающимся необходима помощь, как правило, нескольких доноров. В этом году мы заготовили больше 14 тонн крови и ее компонентов. И, скажем, где-то больше половины мы отдали в лечебную сеть города и области. Ульяновский центр переливания крови открыт в праздники и выходные. Рабочим станет и 1 января, ведь помощь донора может потребоваться в любое время дня и ночи. Элла Шархова, Александр Расохин, Вести Ульяновск. Активисты ТОСов с октября вяжут теплые вещи для участников специальной военной операции. В общественном самоуправлении Красноармейское, например, поставили одну планку, но дело пошло словно по маслу. Как удалось перекрыть теплый рекорд, узнал Эдуард Истомин. Это тот случай, когда в детсаду смолкают ребячьи голоса, а сменяет их громкая партитура спиц. В многоголосии инструментов вяжутся теплые вещи. Делается это не механически, а с любовью сердце. И народная песня лишь разжигает ее. В тонких ветках не ломаю, Свет мой белый берегу. У Татьяны Попрова ежедневный график. Вначале утренний подъем, потом в магазин за хлебом. А еще обед готовлю делиться женщина. Остальное время она отдает вязанию. Ну, вы знаете, вот у меня четверо детей. Вот как представишь себе, что мои дети могут оказаться там, а это чьи-то дети. Мне каждого солдата там жалко. Я переживаю. Собираться в детсаду стали с октября. 250 пар носков местные рукодельницы уже связали, хотя планка была 200 до Нового года. Но с песней дело куда веселее, да и с пряжи нет перебоев. С ней помогает областная ассоциация ТОС. Когда смотрят ваш телеканал, вот, и как раз звонят, говорят, Владимир Владимирович, у нас есть пряжи, приедете, заберите. Вот буквально совсем недавно Светлана Михайловна, не буду называть фамилию, она не дала ни сфотографироваться, ни сказать фамилию. Приехала, говорит, возьмите пряжу. Не скупятся на пряжи как предприниматели, так и обычные люди. В селе Уржумском, к примеру, вначале собрали деньги, на них закупили шерстяные нитки. Передали в ассоциацию ТОС, а там организовали распределение. Можно привезти к нам в ассоциацию ТОС Ульяновской области по адресу Московск, 635, второй этаж. Поэтому с радостью как раз примем помощь, и, конечно, доставим как раз именно до назначения. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск из Ульяновского района. В преддверии Нового года сотрудники МЧС на несколько часов примерили на себя роль волшебников. Они поздравили маленьких пациентов в опластной детской больнице с наступающими праздниками и вручили им коробки храбрости. Слово Екатерине Лазаревой. Эти девочки и мальчики, наконец-то мы вас нашли! Лечение в больнице хоть и необходимое, но малоприятное. Еще обиднее приходится маленьким пациентам ОДКБ. Вместо хоровода у городской елки они вынуждены бороться с недугом в больничных палатах и даже в Новый год проходить медицинские процедуры. Впрочем, сегодня сказка сама постучала к ним в окна. Вот так осторожно по тросу спускаются Дед Мороз со Снегурочкой. Пожалуй, эти волшебники самые спортивные из всех, что когда-либо навещали малышей. Каждый день они спасают людей из огня и воды. Но даже среди опасных заданий нашли время, чтобы постучать в окошко каждой палаты и поздороваться со всеми ребятами. Сегодня царит у нас предновогодняя такая, новогодняя светлая, добрая атмосфера, которая наполнена детскими улыбками, детским смехом, радостью. И пусть вот эта атмосфера, она войдет в Новый год и принесет в первую очередь крепкое здоровье всем детям. И, конечно, добрые волшебники из МЧС не могли оставить малышей без подарков. Уже в третий раз спасатели собирают коробки храбрости. Проект, который придумал фонд «Клуб Добряков», получил отклик у многих жителей города. Нашими сотрудниками был кинут клич так, и собирались вот именно разные призы для того, чтобы эта коробка, детки заходили и не боялись леков, лекарств, остальное выходит и получает какую-то, выбирает все, что хочет. В преддверии Нового года вы также можете поддержать добрый проект. Поздравить ребят, которые нуждаются в особой поддержке, можно, положив игрушку в коробку храбрости. Пункты сбора можно встретить в крупных магазинах и торговых центрах города. Так вы тоже сможете стать волшебником и высушить детские слезы. Екатерина Лазарева, Денис Миронов, Вести. Ульяновск. Это Вести Ульяновск. Мы продолжаем выпуск. Неожиданный подарок получили дети мобилизованных ульяновцев, ученики 20-го лицея, а также ребята из многодетных семей, обучающихся здесь же. Всего на праздник собралось около 50 мальчишек и девчонок. Специально для них устроили новогоднее представление в учебном заведении. Организовал его выпускник лицея Андрей Мулиев. Дети – это цветы жизни, как говорят. И забывать все время работать – это не совсем верно, неправильно. Нужно всегда иметь возможность уделить время и подрастающему поколению, так как для чего мы живем? Для того, чтобы наши дети потом стали лучше нас. Перед ребятами выступили артисты музыкального театра молодого актера «Сова». Они приготовили на суд зрителей новую постановку, которая называется «Свинопас». Эти праздники, они вносят такую мелкую, приятную радость. И я думаю, когда я, если будет возможность, расскажу папе о том, что я попала на такое мероприятие, он будет очень рад за меня. Папа, к сожалению, не сможет приехать на Новый год, но он нас, конечно, поздравит оттуда, и мы его тоже. Ребят, помимо представления, также ждала встреча с Дедом Морозом и сладкие подарки. В регионе презентовали сборник писем фронтовиков в строке «Опаленные войной». На страницах книги переписки солдат Великой Отечественной войны с родственниками и близкими. Весточки, которые удалось сохранить, и которые до сих пор хранят в себе отвагу, и героический подвиг советских воинов. Павел Талызин ушел на фронт в первые дни войны. У него осталось семь детей. И в письме своем он пишет. Я был настоящим рабочим, я был хорошим отцом, я буду хорошим защитником. Сборник состоит из треугольников, которые долгие годы хранятся в музее боевой и трудовой славы в Муловке. Их передали родственники солдат, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Увидеть свет издания смогло благодаря неравнодушным жителям, а также при поддержке партии «Единая Россия» и лично сенатора Сергея Рябухина. «Это очень важная связь времен. И то, что сейчас есть такие энтузиастные люди, которые трепетно относятся к истории памяти, конечно, таких людей надо поддерживать. Поэтому я очень благодарен, приехал для того, чтобы сказать спасибо им на это». «Это не первая и не последняя встреча, и издание такой книги. И спасибо большое, что есть неравнодушные жители наших населенных пунктов, которые не только хранят, но и способствуют созданию книг, и проводят различные мероприятия. Сегодня это актуально». Ознакомиться со сборником писем может каждый. Ансамбль «Созвездие» подарил детям города музыкальный новогодний подарок. Показали на сцене педагогического благотворительный сказочный мюзикл «Белый кролик в Новый год вам станцует и споет». Для вокалистов «Созвездия» подобное поздравление с наступающим праздником «Добрая традиция» – это 20-й подарок детям в истории коллектива. «Почти 30 человек участвуют в нашем мюзикле. Это солисты нашей малой академии. Начиная с 5 лет и до 26 лет наши ребята участвуют в этом мюзикле. Каждый из них имеет свою роль. Они поют свою арию, исполняют. Они играют. Но вообще это должно быть интересно». Роли в мюзикле исполняли лучшие воспитанники коллектива, победители и лауреаты всероссийских конкурсов вокалистов. Суть музыкального спектакля заключалась в спасении главного зимнего праздника. По сценарию его героев «Дедушка Мороза и кролика» украла снежная королева. На спасение пришел целый калейдоскоп сказочных героев от «Буратино» до «Морской черепашки». «Я буду танцевать и давать всем очки». «Пасская черепашка по имени Наташка с очками из Китая. Такая вот крутая». Созвездие совместило приятное с полезным новогодний музыкальный подарок. Детям был еще и традиционным конкурсом коллектива «Сияние звезд». Каждое выступление сказочных персонажей оценивали члены жюри в нескольких номинациях. Для ульяновских школьников провели мастер-класс по керлингу. В России это сравнительно новый вид спорта, но в последние годы керлинг набирает обороты. В регионах появляются федерации, а подобные мастер-классы собирают все больше посетителей. Нюансом этого зрелищного олимпийского спорта ребята обучали опытные керлингисты, которые представляли нашу страну на чемпионате мира. Относительно других стран, в России керлинг очень молодой, но тем не менее входит в топ и элиту мирового керлинга. У любого региона есть все возможности стать ведущим регионом. Это все зависит от самого региона, будет ли этот каток, будет ли заинтересован сам Министерство спорта Ульяновской области. Поэтому я думаю, все шансы стать ведущим регионом есть и у Ульяновской тоже. В современную Россию керлинг пришел в 1991 году, но сразу широкого распространения не получил. В Олимпийских играх наша женская сборная смогла дебютировать лишь в 2002-м. Для повсеместного распространения этого вида спорта необходимо развитие материально-технической базы по всей России. Ульяновская область также готова внести свою лепту в популяризацию керлинга. Мы понимаем то, что есть потребность, есть база, где мы можем развивать данный вид спорта. И при поддержке Федерации керлинга России, при поддержке их со стороны судейского корпуса, теннисского корпуса, материально-технического обеспечения, мы полностью готовы к тому, чтобы развивать этот вид спорта на территории нашего региона. Керлинг – это спорт, где физическая сила и ловкость должны совмещаться с тактическим мышлением. Суть каждого из восьми периодов – загнать свой камень как можно ближе к середине круга. Даже малейшее отклонение от цели может существенно изменить траекторию. Мы еще ни разу не пробовали керлинг. И в принципе, я думаю, что все будет супер, потому что мастер-класс нам показывают чемпионы. И будет очень интересно даже с ними пообщаться. Быть керлингу в нашем регионе или не быть решат на профильном совещании. Возможно, в январе следующего года на льду в Волго-спорт-арене уже пройдут первые. Тренировки. Почувствовать себя взрослыми профессиональными бойцами. Такая возможность под Новый год появилась у молодых ульяновских спортсменов. Физкультурно-оздоровительным комплексом «Новое поколение» прошел Кубок Ульяновска по смешанным единоборствам. Почетным гостем турнира стал знаменитый боец Владимир Минеев. Если тренировки проходили на татами или просто в свободных уголках спортивного зала, то для главных соревнований установили не так часто встречающуюся в Ульяновске клетку. В таких обычно проходят поединки профессионалов, занимающихся смешанными единоборствами. Первыми испытать ее разрешили начинающим боксерам. Все, кроме места проведения боев, осталось прежним. Ну или почти все. Он чуть выше тебя, через живот в голову, через живот в голову, не бойся. Чемпион мира по тикбоксингу, участник профессиональных боев по смешанным единоборствам. В этот день Владимир Минеев не только фотографировался и раздавал автографы, но и делился опытом и советами с младшим поколением. Все эти ребята, они все наши ученики. Мы все, они либо ученики наших учеников. Мы специально это делаем для того, чтобы молодежь, новое поколение росло и набиралось опыта. Конечно, с кем-то из ребят, с кем я работаю в зале, я с кем-то работаю, ну лично сам лапу держу, смотрю, как хочется, чтобы у них что-то получилось. Девятилетний Макар как раз из тех, кто начал заниматься на глазах чемпиона. А первые большие соревнования маленького боксера не только прошли в экспериментальном формате, но и закончились победой. Сначала было страшно, но потом уже заметил, что он тонкий, но мой папа крупный. Его форма перешла ко мне, и теперь я креп. Затем юные боксеры уступили место более опытным спортсменам. И в клетке начались состязания по смешанным единоборствам. Название полностью оправдывает себя. Здесь важны и удары, и захваты, и реакция. В клетке чувствуешь, как будто соревнования проходят на уровне выше, профессионально. Был уверен, что выиграю, уверен, что возьму первое место. В этом виде спорта очень многое решает борьба и сильно помогает. Конечно, победителями оказались не все. На соревнованиях не обходятся и безобидных поражений. Но и они. Урок на будущее и шанс проявить себя еще раз. Когда есть результат, тоже хорошо, но и участие тоже как бы главное. Вот этот самый есть опыт, когда ты вроде и с большими ребятами дерешься по опыту, и с молодыми. То есть это главное. Помимо опыта, победители и призеры соревнований получили памятные подарки от Федерации смешанных единоборств. Игорь Кранцев, среди свечников, Вести, Ульяновск. На этот час у нас все Вести. Мы продолжаем следить за главными событиями в регионе. Оставайтесь с нами, увидимся. Первая кинопремьера года. Жар птицушка и близнова. Это ж я. Цветоза. Зачем пожаловали? Личных билетов на концерты нет. Украли у Ивана невесту в Белогорье и до сюда перенесли. Значит, ты гусь ободранный. Мы твоё перо на месте преступления нашли. Говори, где Василиса. Или я тебе хвост вырву. Последний богатырь. Посланник тьмы. Первого января в 21.00. Только на канале «Россия». Сегодня в Ульяновской области ожидается облачная погода. Местами небольшой снег, атмосферное давление будет падать. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем по области от 3 до 8 градусов мороза. В Ульяновске минус 5, минус 7. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова